о том что я сама себе предсказала своего мужа я встречалась вот когда девочки начинают активно искать мужей парней 18 лет у меня был один парень но я с ним встречалась всего два месяца это было не сильно серьезно вот и с 18 лет или 19 лет это было мне не было парня и мне очень очень хотелось его я уже не говорю о том что замуж хотелось но это как бы уже было в более дальних планах хотелось хотя бы парня вот и так как я была очень скромная очень такая стеснительная в переходном возрасте и подальше тоже мне были поклонники в школе у меня было два поклонника самые лучшие парни нашего класса так скажем которые после школы продолжали за мной ухаживать вот не было у меня постоянного парня нормально так скажем и вот когда был новый год 2000 как сейчас помню год дракона вот и у нас были маленькие фигурки драконов стояли в квартире и у меня кстати тогда уже была привычка и только сейчас вспомнила снимать себя на камеру в общем у нас тогда была камера еще такая gvc такая большая как у всех тогда у многих были и никого не было дома я включила эту камеру что кривлялась пела там танцевала перед камерой ну как обычно и взяла этого дракончика и говорю желаю себе в новом году встретить вот такого дракончика ну в смысле парня серьезного и действительно новый 2000 год я поехала к подруге в соседнюю деревню и там я встретила его правда в тот момент когда я встретила я конечно не думала что он будет моим будущим мужем потому что там были была смешная ситуация не буду вдаваться в подробности в общем но он у меня дракон по гороскопу и получается что я его сама себе предсказала до сих пор мы с мужем с улыбкой вспоминаем об этом что он дракон и я его сама себе предсказал потому что он видел потом эту запись и мы вот так вот смеялись с ним вот какой еще хотела рассказать себе факт о том что мы когда поженились в 20 лет у нас два года не получался ребенок и те кто знает как это тяжело когда ты все делаешь для этого все обслеживания проходишь лечишься лечишься и толку нет как бы вроде возраст был некритичный всего 22 года мне тогда было но почему-то мне вот дико хотелось детей я вообще с детства очень люблю детей 10 лет я помню когда у меня появились племянницы двоюродные я на с ними нянчилась и все говорили вот света нянька растет детей любит вот визит на это так и мне очень хотелось когда мы поженились вот год прошел и я под просто вот истерично захотела ребенка также как я в 20 лет очень очень сильно хотела мужа себе парня то 21 год по моему ли 22 очень сильно вот просто очень сильно захотела себе ребенка и естественно когда нам на свадьбу подарили соску вот такие всякие мелочи которые связаны детьми там штанишки какие-то ползуночки я когда на это смотрела и знала что у нас ничего не пору не получается я просто ревела в подушку там днями и ночами уж не успокаивал как мог мы ездили в наш областный центр в ростов обследовались вроде говорили что все у вас нормально почему не происходит непонятно ну вот два года у нас не получалась дочка ну и потом видно пришел в момент еще была помощь она со стороны не хочу с ней про не рассказывать но в общем помогла мне одна женщина вот и у нас получил получилась дочка не могу описать то состояние когда я увидела заветный этот тэнг с двумя полосками когда мне было 22 года я была на самой счастливой на свете такой счастливой на свете я была уже потом спустя много лет когда родила сына уже вообще хочу сказать что самые счастливые минуты моей жизни связаны детьми я благодарна богу что они у меня есть и самое главное желание чтобы они были здоровы и счастливы ну и родители конечно что были здоровы и муж и я вот что еще и хотела бы ответить на немножко вопроса которые были мне заданы еще под моим конкурсом первым альбина петрова спрашивала какие видео на ю тубе вам больше всего нравится мне больше всего нравится смотреть макияжи потому что я как уже сказала тени маяк новые макияжи которых я еще до этого не видела очень люблю смотреть также мне нравится видео о фаворитах и пустых баночках покупках разочарований в общем много такие нравится не очень люблю видео теговые поэтому редко я делаю и не очень люблю видео типа таких что находятся в моей сумке что находится моей ванной не ванной еще больше нравится что находится в моей сумке честно говоря не люблю такие видео и поэтому и сама не снимаю так следующее что для вас подарок мечты ой много очень у меня разных мечт мечтов мечт вот ну подарок мечты это наверно было бы кругосветный круиз какой-то очень я мечтаю побывать в европе в италии в испании и вообще очень мечтаю путешествовать поэтому отчасти поэтому я хотела бы работать в туризме жаль что поняла я это уже поздно и как бы начинать работать уже более больше чем 30 лет новую профессию тем более в нашем маленьком городе где очень сложно без знакомства куда-то устроиться а знакомств туризме знакомых в туризме у меня никого нет и поэтому очень конечно я хотела бы работать в туризме конечно конечно если у меня предоставится такая возможность то я с удовольствием там поработаю вот хотела еще рассказать о том что у нас была такая мечта с мужем переехать в краснодар дело в том что наш город как бы маленький и здесь особого будущего для детей нет и работа с работой тоже туго работа нас наша не очень привлекает зарплата маленькая и хочется чего-то большего вот и долгое время мы хотели переехать в краснодар правда мы там ни разу не были но по форумам по отзывам знакомые какие-то переезжали туда очень хотели ну вот как что-то никак не решимся пока дети маленькие садика там нереально просто найти вместо мне для садик то есть пока сын маленький мы решили отложить эту идею так скажем возможно может быть когда он подрастет и пойдет шужую школу может быть мы вернемся к этой идее и там возможно для туризма будет для моего профессии моей мечты так сказать будет возможности польше но после того как я послушала наташу инфанту и она рассказала об особенностях этого этой профессии я как бы немножко по утихо потому что я как бы только мечтаю про нее пыталась какие-то курсы проходить в интернете обучалась как бы это все экстерна но это конечно все другое чем работать на практике там очень много своих нюансов очень много конечно я не знаю как это в реал работать там именно в этой профессии но конечно хотелось бы попробовать вот хотелось бы ты прыгнул с парашюта но вообще я сама по себе очень боязливый человек я и то что с парашюта прыгнуть для меня даже аттракционы всякие экстремальные это очень-очень-очень боюсь всего очень страшно даже вот в аквапарке с этих высоких горок я никогда никогда не скатываюсь потому что я и воды как бы боюсь потому что по знаку гороскопа я лев огонь все что связано стихи огня и совершенно не связано с водой поэтому я как бы поздно научилась плавать и вообще если плаваю то плаваю недалеко и вот так собачьи вот поэтому не говоря уже о том что прыгать с парашюта и это конечно не мое я никогда на это не рискну не решусь я очень поедливый какой-то трусливый меня саму это очень бесит особенно меня бесит то что я никак не могу пересилить себя и начать ездить на машине потому что я очень хочу очень завидую девочкам которые умеют ездить и вот показывать многие девчонки которые и видео даже снимают за рулем вот как наташа инфанта ольга рогалёва я очень завидую очень хочу также ездить но пока у нас машина с ручным управлением я не могу вообще никак не могу меня отвлекает очень это приключение скоростей конечно пока у меня нет опыта конечно я ездила какое-то время столько получила права но пару раз мне такие были ситуации на дороге когда мне то я случайно не выступала дорогу кому-то или там подрезала кого-то не хотя конечно и потом у меня или сигналят или матеряться там в окно я не могу к этому привыкнуть я знаю что все сталкиваются начинающие водители с этим и все через это проходят но я не могу не могу пересилить себя я такой человек не конфликтный я когда я вижу такое агрессивное отношение отношение старых водителей к новым для меня это конечно все я не начинает я начинаю паниковать меня начать гладить и я не могу ехать и все я теперь вот с тех пор как это случилось я не могу себя пересилить пока и сесть за руль хотя очень очень этого хочу мечтаю о том чтобы ездить без страхов за рулем и очень хочу машину автомата пока она только уровне моей мечты но очень хочу хотя бы даже дайлматизм так как вы относитесь к маслам для тела к маслам я отношусь очень положительно я правда не покупаю же такие вот хорошие масла эфирные в аптеках не на херме пока я пока только у меня это все в планах я потому что только начинаю переходить к на натуральной косметике переходить на натуральную косметику так скажем вот но вообще это все очень хорошо если пользоваться этим всем разумно если использовать это все по назначению не разбавлять их с чем-то эфирные масла потому что не разбавленные как могут вызвать ожог кожи и если конечно хорошее масло настоящее но вообще на херме вот он с которого я активно сейчас делаю заказы там большое количество масел которые девочки заказывают и очень-очень довольны поэтому возможно я скоро тоже буду заказывать там и вообще ну вот в общем хорошо отношусь и последний вопрос который мне задавали ваши любимые блогеры вообще я подписана на большое количество очень большое количество блогеров иногда я не успеваю просматривать я поначалу я маньячинно просматриваю каждое видео на которое подписано сейчас конечно я смотрю только то что мне интересно но у девочек моих любимых блогеров я смотрю все видео даже если мне это не очень интересно но я смотрю вот даже тоже видео что мои сумки например если будет моего любимого блогера я буду все равно его смотреть несмотря на то что мне это видео не очень нравится а не сказать чтобы все блогеры на которые подписано были моими любимыми нет например я подписана практически на всех топовых блогеров но не сказать чтобы они были моими любимыми я просто смотрю на них я подписана на них только чтобы браться у них опыта как так скажем смотреть как они ведут себя перед камерой какие-то перенимать у них привычки какие-то нюансы увидеть в общем то ну и знать вообще что о чем снимают видео топовые блогеры единственное от кого я отписалась за все время из топовых блогеров это от Рен Влади после ее конфликта с Сергеем Нагорным Сергей Нагорный мне как-то ближе по духу показался чем она и прочитав о ней на форуме Космо где активно обсуждали эту позицию то как она банила людей ни за что я от нее отписалась и она мне как человек неприятно вот и поэтому остальные все девочки я на них подписана практически но я никому не пишу комментарии практически из топовых блогов потому что они не отвечают естественно из-за того что у них огромное количество комментариев невозможно всем ответить единственное кому я всегда пишу комментарии это Алена Робина Худина которая также смотрит мои видео подписана на меня и комментирует изредка вот она я считаю молодец она всегда отвечает на видео я ее всегда комментирую и она в отличие от других топовых блогеров такая простая девчонка тем более она живет в Краснодаре куда я мечтаю побывать вот поэтому она мне ближе других топовых блогеров ну так еще другие девчонки тоже есть а вообще любимые мои блогеры это те девчонки которые подписаны меня которые комментируют меня и я их комментирую всегда я знаю как это насколько это важен каждый комментарий насколько мне нравится читать эти комментарии я получаю большое количество позитива вот этих комментариев вот и самые любимые мои блогеры это Женю Настю Женечка привет так сейчас конечно я сейчас сразу всех не вспомню у меня очень много девчонок которые в общем это те блогеры которые на которые которые мне отвечают регулярно на мои комментарии которые смотрят меня то есть идет когда взаимосвязь если меня смотрят и меня комментируют то я их смотрю и комментирую потому что в пустую смотреть и комментировать когда человек тебе не отвечает и не смотрит не хочется я часто бывает у таких девочек отписываюсь то есть это начинающиеся блогеры такие же как я простые девчонки у которых так же немного подписчиков как у меня у тех у кого уже больше пяти подписчиков пяти тысяч подписчиков и так далее они как бы уже немножко задирают нос они начинают рекламировать активно все подряд и поэтому уже как то не так приятно смотреть их видео вот это Олеся Поверинова это Ритуля Абрамова то есть те девочки которые мне больше всего нравится смотреть которые я комментирую они меня комментируют в общем кто еще Аня Котенок Наташа Инфанта Юля Фифайк потом надо было записать сейчас так и не вспомню да ХДМ пропала кстати она Даша Возвращайся если вдруг слышишь меня а потом кто еще ой как бы вспомнить так в общем много у меня девочек которые мне нравятся которые я смотрю вот нравится мне смотрите последнее время особенно видео про iHerb про заказы iHerb я подписываюсь на новых девочек которые выкладывают обзоры на эту на эти посылочки мне нравится смотреть видео обзоры на заказы с Алиэкспресс тоже подписалась на несколько девочек недавно вот в общем как бы от косметики немножко отхожу уже такой каталожной поэтому уже меньше а Марина так тоже тоже пропала кстати она говорит времени у нее нет но тоже мне очень нравится ее видео вот ну в общем много у меня любимых блогеров если вдруг я кого-то не назвала не обижайтесь девчонки и если кому-то интересно я могу делать подробное видео о своих любимых блогерах показать каналы рассказать что мне нравится на их каналах если кому-то интересно пишите я сделаю такое видео ну в общем-то хватит на первое разговорное видео в принципе так кратенько я рассказала о том что хотела надеюсь кому-то будет это послушать и кто-то досмотрел меня до конца вот спасибо всем за внимание пока-пока пока